Это видео уже облетело соцсети. На них последствия аварии на Зебре, что на пересечении улиц Ускова-Взлетной. Работает скорая. Минутами ранее 12-летняя девочка на электросамокате попала под колеса авто. Заезжаю на пешеходный переход и в этот момент на огромной скорости, по моим подсчетам это было около 25-30 км в час, а девочка на электросамокате едет по пешеходному переходу по улице Ускова и врезается в бампер передний моего автомобиля, в правый угол переднего бампера, после чего она падает на капот. В этот момент я уже резко затормозила, девочка падает на капот и скатывается с капота перед колесами машины. Родители девочки говорить с нами не захотели, но известно, что их дочь, к счастью, серьезно не пострадала. А вот на владельца автомобиля в соцсетях рухнул шквал ругательств. В социальных сетях, когда появилась вот эта вот информация и первые фотографии аварии, конечно, все меня проклинали, что заберите у нее права, она не купила мозги и так далее, она купила права. Момент аварии все же удалось запечатлеть. На кадрах видно, ребенок стремительно вылетает на пешеходный переход. Впрочем, детали ДТП еще выясняются. Однако, случай показательный. Число аварий с участием водителя пешехода на самокате год от года растет. Да, и пока что самокатчики относятся к пешеходам. Пешеход идет 5 километров в час, а самокат в 4 раза быстрее получается. Это получается слишком быстрый пешеход, он неожидан для водителя, и поэтому происходят такие дорожно-транспортные происшествия. В прошлом году у нас за год было зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с участием самокатов. Шестеро из них несовершеннолетние пострадали. И 20 километров в час – это еще не предел. В отдельных случаях разогнаться на таком железном коне можно вплоть до 70 километров в час. Однако те, кто сдает самокаты в аренду, уверяют – скорость на них ограничена настройками. А вот о своей безопасности каждый из арендующих должен подумать самостоятельно. Каждый выбирает для себя. Конечно, каждый человек может и с налокотниками, и со шлемами кататься. Но в целом это не требуется. Специальных навыков управления таким средством индивидуальной мобильности также не требуется. И тем не менее, даже обычные самокаты становятся участниками ДТП. Только на один из детских травмпунктов города каждую неделю приходится 2-3 таких случая. И электро, и обычные, но чаще обычные. Чаще обычные самокаты падения, травмы разной степени тяжести. Это и переломы, и ушибы. Но в большей степени, к счастью, это ушибы, повреждения мягких тканей. Тем временем в Верховном суде страны после очередного ДТП в Москве разгорелась дискуссия о статусе электросамоката. Иск подал автовладелец, который насмерть сбил пешехода на двухколесном коне на проезжей части. Суд иск отклонил, тем самым дал повод считать электросамокат транспортным средством. Однако официальной информации пока не было, а значит, что гонщикам на самокате стоит передвигаться по тротуарам, не забывая о безопасности. Анна Рашагирова, Вадим Быстревский. День с толком.